Шалом, дорогие друзья! С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Была одна еврейская семья в Австралии. Да, представьте, в Австралии тоже есть евреи. Но вы мне скажите лучше, где их нет. Вот. И они были абсолютно нерелигиозными, но очень богатыми людьми, состоятельными, воспитанными. Они были философами, математиками. Вот. То есть семья была на уровне. И они отправили своего сына учиться в Лондон, в Оксфорд. Все, сын получает хорошее образование. Поступил тоже на философа. Он очень грамотный, образованный. И он прилетает к ним летом и говорит, мама, папа, я нашел свою судьбу. Все, я не могу. Я хочу жениться. Я просто, ну, не знаю. Без нее жить я не могу. Они говорят, ну, Мазалтов, он говорит, но есть одно но. Одно но. Она не еврейка. Родители схватились за голову, говорят, ты знаешь, мы не соблюдаем ни Шаббат, ни Йом-Кипур, ни какие религиозные праздники. Мы не в Кипе, мы не в Циците. Но это самое мерзкое, что может сделать еврей. Не жениться на еврейке. То есть не жениться на еврейке, все. Это самый мерзкий поступок. Проходит месяц, он улетает, говорит, родители, я вас люблю, вы остаетесь всегда моими родителями, но вы же понимаете, да, то, что я женюсь на ней. Он улетает, и вот он летит с Австралии в Лондон, очень длинный рейс, и слышит объявление. Если на борту есть еврей, подойдите в бизнес-класс, пятый ряд, тринадцатое место. Он видит, никто не идет, но он идет, проходит. Сидит, хасит, шляпа, пейсы, цицит, костюм, все как надо. Вот, как положено. И говорит ему, вы еврей? Он говорит, да. Он говорит, перед каждой моей поездкой, я бизнесмен, я летаю по всему миру, я захожу к любаюческому ребе и прошу у него благословения на эту поездку. И он мне сказал, что в этом самолете будет находиться еврей, который нуждается в помощи, пожалуйста, передай ему книгу Тане на английском языке, а вот тебе за твои труды Тане в оригинале, на иврите. И он дает ему Тане, он говорит, спасибо, он культурный человек, он идет, начинает читать, и он очень сильно вчитался в эту книгу, он понял ее смысл, философию Хаббада. И он проходит, какое-то время проходит, он возвращается к нему в бизнес-класс, говорит, познакомьте меня с этим человеком. И он его знакомит с Рэбе, они через какое-то время с Лондона летят в Нью-Йорк. У них произошел разговор два часа. Два часа они разговаривали. Он больше никогда не вернулся в Оксфорд, он не женился на этой девушке. И сейчас это посланник любая чужеского Рэба в Цвате. Браха вецлаха. Давайте идти по законам Всевышнего. Редактор субтитров А.Семкин